Все эти многофункциональных центров в ближайшие годы окутают всю страну. Уже к концу 2015-го они должны обслуживать 90% населения России. Такие задачи перед руководителями регионов сегодня поставил председатель правительства Дмитрий Медведев. Подобные учреждения должны появиться даже вблизи отдаленных сел. Главный принцип – шаговая доступность. Как поручения федерального центра планируют исполнять на местах, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Многофункциональные центры зарекомендовали себя во всех регионах. С каждым годом увеличивается количество тех, кто приходит туда с заявлениями. Принцип одного окна, когда не нужно бегать с бумагами по инстанциям, бесспорно удобен. Это понимают все. Только в прошлом году центры госуслуг обслужили 25% населения страны. В России сейчас работают около 600 МФЦ. Но задача куда глобальнее. Нужно создать практически под 3000 многофункциональных центров. Во всех МФЦ должны быть организованы специализированные колл-центры, так называемые, куда можно позвонить и получить предварительную консультацию по любой из услуг. Можно ее сделать, можно ее получить в конкретном центре, или же она еще пока не введена в режим единого окна. До центров люди не должны добираться слишком долго. Их необходимо открывать в каждом районе. Идеальнее всего по несколько МФЦ на один муниципалитет. Это не должно пугать местных властей. Где-то возможно построить новые здания, где-то использовать пустующие помещения. Главное создать для клиентов все удобства. Дмитрий Медведев потребовал не срывать намеченных сроков и уже предусмотреть в бюджете средства. Отдельная, очень важная тема – это люди, которые работают в МФЦ. Это должны быть квалифицированные специалисты. Они работают с гражданами, причем по набору услуг это огромное количество обращений, просек, консультаций. Это не просто кнопки на компьютере нажимать. Это должны быть люди, которые понимают, чего хотят наши граждане. Они должны уметь быстро обратиться к соответствующей электронной базе, состыковать эти данные. За этот проект все главы будут нести персональную ответственность. Еще до открытия многофункциональных центров необходимо составить схему их размещения. По расчетам только одно окно должно обслуживать 5000 человек. Абсолютно все многофункциональные центры должны работать как часовой механизм, потребовал от российских глав председатель правительства. Даже при сильной загрузке люди не должны простаивать в очередях. Максимум 15 минут. В Чувашии многофункциональные центры работают почти в каждом районе. До конца этого года в республике должно открыться более 110 окон. Самые востребованные услуги, сделки с недвижимостью, запись в детские сады, поиск работы. К специалистам только в прошлом году обратилось более 300 тысяч человек. Чтобы не создавать больших очередей в Чувашии, готовы открывать и новые центры. Митрий Ковалев, Николай Яковлев и Андрей Шоклев. Республика. Продолжение следует...